Том, здравствуйте. Наконец-то мы с вами встретились по скайпу. Хотела начать наш разговор с одной из недавних ваших статей о войне России против Украины. Ваш материал получился не слишком оптимистичный для Украины, отрезвляющий, как ледяной душ. И главная причина этого, что украинская армия не имеет противодействия российской комбинации Орланов-10 и самоходных гаубиц калибром 152 мм. Почему это успешное сочетание оружия для российской армии? Ситуация на самом деле не отчаянная. Я бы назвал ее серьезной проблемой для украинской армии. И Украина сейчас работает над ее разрешением. Это не та проблема, которую нельзя решить, тем более в такой войне, как война России против Украины. Когда два противника с похожими возможностями. Каждая война строится на принципе действие-реакция. Это означает, что ты разворачиваешь на фронте один вид оружия, враг на него реагирует, контратакует. Ты применяешь какую-нибудь новейшую технику, враг ищет, как ответить. Это самое лучшее оружие россиян в последнее время? По сути, да. Это комбинация около сотни гаубиц Мста-С в сочетании с сотнями беспилотников Орлан. К счастью, на всю передовую их недостаточно. На 2000 километров всей линии фронта этого не хватит. Это не те запасы, с которыми выиграют войну. Но ущерб украинской армии нанести может, потому что россияне выставляют артиллерию только в конкретных участках фронта и начинают огонь. Так, как недавно было с атакой на углегорскую теплоэлектростанцию. То есть они постоянно стреляют, стреляют, стреляют и концентрируются на конкретных участках фронта, применяя средства радиоэлектронной борьбы. То есть Орланы постоянно летают над позициями украинских военных, поэтому и очень трудно им укрыться от постоянного наблюдения с воздуха. Очень тяжело такому противостоять. Русские обычно используют Орланы и три канала наблюдения. Видеонаблюдение, передачу сигнала, автоматическую систему управления огнем. С помощью этой системы очень быстрая связь между увиденным беспилотником и реакцией артиллерии. Также этот Орлан отслеживает мобильные телефоны украинских военных. Система ищет наибольшую концентрацию мобильных телефонов на линии фронта и так вычисляет скопление военных позиций или артиллерии. Но это не та самая большая проблема. Проблема в том, что одновременно россияне отправляют в небо не один Орлан, а сразу 6-7 со всеми комплектующими, которые я отметил. Как только выводишь из строя один беспилотник, работает другой. Сразу передают российским командирам дислокацию украинских окопов. По Славянскому такой концентрации артиллерии нет, потому россияне там продвигаются очень медленно. А на Херсонском направлении украинцы разрушили мосты, нарушили логистику снабжения боеприпасами и этим усложнили для россиян снабжение горючего, еды и боеприпасов. Там украинская армия получила преимущество над россиянами. Правда ли, что россияне преимущественно используют устаревшую технику? Да, прежде всего. Если сравнить российское оружие с оружием Запада, то оно всегда, как из прошлого. Потому что США, например, всегда стремятся выработать оружие, которое будет эффективным через 20, 30 и 50 лет. Россияне же всегда пытаются похитить информацию о современном американском оружии и понять, как на него реагировать и контратаковать. А это значит, что российские военные всегда на шаг позади продвинутой техники. Из 60-х годов россияне не имеют необходимого оборудования производить сверхтехнологичное оружие, поэтому занимаются импортом или же контрабандой нужных элементов. А это, опять же, означает, выработать более высокотехнологичное оружие, чем Запад, они не могут. Россияне занимаются промышленным шпионажем, чтобы улучшить свое оружие. То есть обычное оружие России всегда из позапрошлого поколения, а одно поколение у военной техники это 20 лет. И они такие думают, хорошо, если у американцев есть гаубицы с дальностью поражения на 30 километров, мы сделаем дальность поражения на 40. И плевать россиянам, что их гаубицы не столь высокоточны, как западные. И еще, россияне очень полагаются на сложную логистику. Ты везешь оружие из России в Украину поездом, потом грузовик везет все на поле боя, затем солдаты физически распаковывают ящики с боеприпасами, и потом физически же солдат должен донести боеприпасы до оружия. Правда ли, что это война? Это война логистики по железной дороге. Железная дорога является ключевым условием быстрой доставки боеприпасов на поле боя. С самого начала так и есть. Раньше это так не было, ведь дистанция между складами на юге Белоруссии, где-то в Киеве, достаточно короткая, а значит, большинство оружия снабжали грузовиками. Но с чем они сталкивались? С огромными пробками, ведь дорога была только одна. Потому частично и провалилась вся операция россиян на севере Украины. Если вы будете мониторить, это российский подход использовать железную дорогу. Почему они взяли первым изюм? Потому что там железнодорожная станция, идет он с Белгорода в Купянск, а затем изюм. Вся эта сеть железных дорог связывает Луганскую область. Россияне постоянно завязывают логистику войны именно на железной дороге. Какие серьезные шаги Украине следует предпринять, чтобы освободить от российских оккупантов Херсон? Разрушать мосты и склады боеприпасов россиян недостаточно. Но мосты украинская сторона должна держать в напряжении. Это сейчас ключевой момент. Если украинцы разрушат мост, россияне будут искать, как переправить оружие и боеприпасы на другую сторону, новым способом. Все альтернативы, которыми могут воспользоваться россияне, украинским военным нужно уничтожать. Иначе россияне будут стараться пересылать новые войска, технику и просто так не дадут заднюю. Они персонально не воспринимают поражение, ни при каких обстоятельствах. И потому в Херсоне такая ситуация, что даже если украинцы преобладают тактически и могут освободить город, Путин будет сражаться до последнего российского солдата, особенно на юге Украины. Том, вы очень четко осведомлены о войне России против Украины. Откуда вы черпаете информацию? Это секретные источники? Все, что я могу сказать, что есть несколько человек в украинской армии. Они указывают, на какие направления сейчас обратить внимание, где разобраться в деталях военных действий. Я не знаю всего и могу узнавать информацию несвоевременно. Иногда информация приходит ко мне поздно ночью, но я сразу ее прорабатываю и анализирую. А еще много дедукции, логического взгляда на процесс войны. Война имеет свои правила, какие-то принципы, систему. И если ты понимаешь эту систему и границы линии фронта, ты понимаешь, что может сделать одна сторона конфликта, а на что способна другая. Это как с игрой в лего. У тебя есть кубики определенного цвета и определенной формы. И что ты с ними будешь делать и в каком порядке складываешь. Как можно сделать украинскую армию более эффективной на фронте? Может ли армия Украины стать эффективной с имеющимся оружием? Ну, на данный момент ничего особенного. Сейчас вам нужно 300-400 единиц артиллерии. А еще украинцам нужно защищать артиллерию с неба, иметь более-менее мощную противовоздушную оборону. Чтобы нанести удары по противнику, ты должен предоставить полную безопасность своей артиллерии. То есть в определенном плане это можно назвать воздушным зонтиком. То, чего у Украины почти нет. У вас есть некоторые системы точечной защиты, которые отразят артиллерийские снаряды или ракеты. Но этого недостаточно. Вам нужно наносить много маленьких ударов по русской артиллерии. И плюс обеспечить себе хорошую противовоздушную защиту. У вас недостаточно артиллерии дальнего радиуса действия, к сожалению. Поэтому у украинской армии есть потери, которых можно было бы избежать. Но я уверен, через несколько недель ситуация изменится в лучшую сторону для украинцев. Если посмотреть на последние опубликованные видео российской армии, где они издеваются над военнопленными, вы сражаетесь с реально криминальными людьми, а не только военными. И единственный путь – уничтожить их всех или заставить их бежать с украинской территории. Для вас, как эксперта по авиации, что стало интересным в профессиональном плане в этой войне России против Украины? У меня были определенные выводы насчет российской авиации в Сирии в 2015-16 годах. И самое интересное, что они подтвердились в Украине. Российская авиация не может выполнять свою работу в небе. Увлекательно смотреть, как россиянин взлетает, как он делает маневры в небе, выпускает ракеты и потом, как его ловко сбивает противник. Их часто сбивают, и я не удивлен, почему. НАТО много знает подробной информации о авиационных боях и многое раскрывает публично. А мне, как специалисту, интересно. Удивительно смотреть на полную некомпетенцию российской авиации. Еще со времен Сирии они показали, что воевать не умеют, только умеют ракетами забрасывать гражданское население. И это то, что они сейчас делают в Украине. Убивают мирных украинцев, когда не могут уничтожить какую-то военную цель. Россияне не попадают с первого раза в цель. Им нужно десяток ракет выпустить, чтобы попасть в нее. Представьте, вы пытаетесь написать букву «А» и таки выводите ее, а не получается. Потом снова пишете «Не получилось». И на 21-й раз, наконец, вы смогли написать букву «А». Вот такое простое сравнение, как работает российская авиация. И потом им еще за такое дают медали в России. Я не думал, что у них будет столько провалов. Какие предубеждения о войне за последние пять месяцев вы опровергаете? Одно предубеждение, которое я слышу, что российской авиации не видно в небе Украины. На самом деле она есть, но работает только на фронте, потому что их самолеты поражают цели на дальних дистанциях, гораздо дальней, чем это может сделать артиллерия. Что значит? Например, некий Игорь хочет поразить цель в 20 километрах от передовой, потому что его могут убить. И если артиллерия вся занята, он может вызвать авиацию. И это их основная задача. У россиян для этого есть якобы очень мощные самолеты Су, которые были разработаны в 92 году и были представлены на авиашоу Фарнборо в Британии. У них есть ракеты, и они могут уничтожить до 50 целей на земле. И все эти легенды составлялись 30 лет подряд и развалились, как карточный домик. Ведь это все неправда. Их пилоты научены поражать цели в небе и на земле. Но никто не умеет делать и то, и другое. Они всего 20 часов в год тратят на тактические учения, чтобы поражать воздушные или земные цели. На большее время не хватает горючего. Да 20 часов — это же ничто. Конечно, ничто. Но так работает путинская Россия. Получается так, что Министерство обороны Российской Федерации должно выделять деньги на авиаучения. Но все, причастные к процессу, пытаются урвать себе финансирование. Банк «Газпром», «Шойгу», «Герасимов» — все гребут в карман. И, наконец, на горючее пилотам не остается. Поэтому и тренируются они от силы 40 часов в год. И эти люди еще говорят, что покорят Украину и Европу. Конечно. А потом еще Марс и Юпитер. И я на самом деле доволен тем, что все мои оценки российской армии за годы ведениями войны были правильные и подтвердились. Российские воздушные силы недофинансированы, коррумпированы и некомпетентны. Представляет ли вообще Запад, как продвигается война? Видят ли там достижения Украины? Люди на Западе знают, что идет война, но без конкретики. Нет целостной картины и мысли о том, что происходит и как выглядит на самом деле война России против Украины. И публика на Западе делится на две категории. Одни слушают новости и точно понимают, что Путин напал на Украину. Другие не верят в медиа вообще. И они думают, что Путин якобы защищается от НАТО или чего-то еще выдуманного. Также есть люди, которые хотят больше знать о нападении России. Им новостей из СМИ маловато. Это люди типа меня. Это лишь один процент населения, который ищет аналитических взглядов о военных действиях. К примеру, вот мне известно, что существуют специальные приложения на телефонах, которые помогают управлять оружием украинским военным, передавать информацию о дислокации о россиянах. Такие же программы существуют у ваших врагов. Их ограниченное количество и их задача более узкая. Представьте, сидящий перед компьютером российский командир где-то у себя в штабе получает из Орланов информацию об украинских военных, их окопах, складах, наводит мышку на цель и кликает на нее, чтобы артиллерия начала обстрел. Вот почему украинцам достаточно тяжело контратаковать русскую артиллерию. К чему я это все? Что таким, как я, интересны все детали, а не как называется это приложение и не только для чего оно. В своей недавней статье вы заявили, что борьба с путинской Россией – это как борьба с мифической гидрой. Отрубите ей одну голову, а у нее есть еще 15 других. Возможно ли чем-нибудь напугать Путина? Как остановить его армию? Вообще-то есть возможность напугать Путина, но она политическая. Давайте я вам напомню о прусском военном аналитике Карле фон Клаузовице. Он говорил, что война – это продолжение политики иными средствами, а это значит, война и политика ходят рядом. И это очень похоже на то, как мыслят россияне. Цель Путина – поработить Украину, сделать подконтрольной. Он 20 лет хочет это сделать и не выходит. Украина не поддастся, а большинство украинцев не дадут этому случиться, а это очень злит диктатора. Потому и произошло вторжение и зверство. Он будет кошмарить гражданское население Украины и мстить. Он будет отдавать и дальше приказы убивать украинцев. И вы видели недавнее опубликованное видео с пыткой россиянами украинских военных. Так это лишь верхушка айсберга, что делают россияне. Многие военные пропали без вести. Часто они захоронены в братских могилах и только со временем. Украина узнает, что на самом деле с ними сделали. Пока нам многое неизвестно. Но сейчас мы видим, как россияне публикуют эти видео, чтобы приводить украинцев в ужас. Чтобы контролировать их через чувство страха. Так вот, возвращаемся к Путину. Испугать его можно политически. Не убийством его генералов, солдат или уничтожением техники. Ему все равно. Его волнует его измерение. Оно дипломатическое. И все равно Запад и даже Украина недостаточно жесткие с диктатором. Путин привык шантажировать людей. Если ты не подчинишься мне, буду тебя терроризировать, убивать и насиловать. И этот шантаж, к сожалению, работает. То же он делает с Евросоюзом. Если вы не прекратите поставлять оружие украинцам, я отключу вас от газа. Пока все к российскому диктатору относятся осторожно, ничего не изменится. Но чтобы ослабить его политические позиции, нужно убивать его армию. Показать, мол, слушай, Путин, ты теряешь своих людей. Ты должен идти на уступки и условия украинцев. Потому я поддерживаю те страны, которые признали Россию странной террористом. Ибо она таковой и является. Россия распространяет терроризм не только в Украине с 2014 года, но и в других странах мира. И давайте вспомним, что первое сделал 2000-х Путин, когда пришел к власти. Он взорвал 300 человек и спровоцировал войну с Чечней. Началась Вторая Чеченская война. Поэтому все должны знать, с кем имеют дело. Путин — массовый убийца. Нельзя с ним вести какие-либо переговоры. Никогда. Единственные переговоры с ним должны выглядеть так. Вы не идете на наши условия, тогда мы уничтожим вашу армию и вашу экономику. Почему это важно? Потому что он желает управлять. А чем он будет управлять, если нет страны, какой править, и людей в ней? И эти путинские угрозы по ядерному оружию — типичный блеф. Если он спровоцирует ядерную войну, чем он будет управлять? Да, может, он лично и выживет в своем бункере. Но не будет точно уже никакой Москвы или Ростова-на-Дону. А если ты хочешь управлять, то должен сохранить что-то. Надо, чтобы ему дали почувствовать, что он теряет то, чем руководит. Вот это его и испугает. Но никто этого не делает пока. Вещь также пугающая Путина — не потерять свои позиции внутри России. Давайте вспомним, почему Ельцин сделал Путина президентом. Он хотел защитить весь свой клан бандитов и коррупционеров. И Путин это мог гарантировать. Чтобы никого за кражи и преступления не посадили за решетку. А теперь, когда диктатор стар и болен, он напуган, что он не сможет дожить свой век в мире. Он будет избавляться от всех угроз. И одна из самых больших угроз — народное восстание. Многие недовольны его режимом, но все молчат, боятся что-то сказать. И тех, кто по-настоящему поддерживает диктатора, — менее 20%. А каждое восстание несет за собой свержение власти и лидера. Так случилось с Милошевичем в Сербии, с Януковичем в Украине. Почти случилось с Лукашенко в Белоруссии и диктаторством в Казахстане. Ладно, Лукашенко еще в власти, но это ненадолго. В Казахстане диктатура также скоро закончится. И чем скорее это произойдет, тем хуже Путину. Он потеряет неприкосновенность. И его повесят на первом же дереве или пристрелят, как Каддафи на улице. Вот чего он боится — закончить, как все диктаторы. Потому и развязывает эти войны. Ему все равно на последствия и на то, что Россия может не существовать через 10 лет. Он будет до последнего держаться за власть. Именно поэтому в 2016 году Путин сделал так, чтобы боевики Росгвардии, ОМОНа, Вагнеровцы, чтобы все они служили не России, а конкретно Путину. Если против Путина восстанет российская армия, эти боевики будут охраной. Как Украина справляется с тем, что нам поставляют артиллерию разных производителей? Это надо и знать, как ремонтировать, и какие боеприпасы подвозить. Многие страны, не только члены НАТО, но и та же Австралия, поставляют Украине разное вооружение. К примеру, 10 леопардов, 13 абрамсов, 18 цезарей и еще гаубицы. Это все хаос. С одной стороны, все это оружие по стандартам НАТО. Поэтому если придут гаубицы калибром 155 мм из США или Франции, для них будут одинаковые боеприпасы. И это хорошая новость. Но все остальное — аккумуляторы, подготовка и тренировка — разные. Потому украинцам очень сложно обслуживать это оружие. Ладно, 2-3 недели, техника работает, но если она сломалась, то все. Будут ли у тебя нужные комплектующие или нет, неизвестно. По этому тактику НАТО вообще не понимаю. Почему они не прислали украинцам все, что могут? Почему все держат при себе и дрожат, что на них тоже нападет Россия? Но если Украине прислать много оружия, на этом и прекратится война. Они разобьют российскую армию в дребезги. А политики этого не понимают. Украине помощь нужна сейчас. Если вы хотите остановить войну, оружие нужно сегодня, а не через 2 или 6 месяцев. Решите газовые проблемы до зимы и забудьте о России. Нет, эти политики разбивают вам помощь на какие-то пакеты, партии. Зачем? Надо все и сразу. А не так, что спустя недели переговоров украинцам присылают 10 гаубиц. Я эту осторожность не поддерживаю вообще, и нужно, чтобы Запад понимал эту войну и как она работает. Западные политики должны сделать следующее. Сосчитать, сколько оружия имеют. Например, имеют сотню гаубиц. Все надо отправить Украине и все снаряжение, все комплектующие. Между тем, вы работаете в три смены и делаете новую партию оружия. Да, это работает. Между тем, в Германии кричат, что ой, как страшно, мы зимой замерзнем. Да просто отдайте все оружие Украине, и не будете вы мерзнуть, потому что поможете остановить войну. Если будет принято решение о временном прекращении огня, будет ли для Украины это стопроцентная катастрофа и почему? Не вижу вообще пока причины возможности, чтобы о чем-то договариваться с Россией. Не люблю делать прогнозов, но в ближайшее время никаких переговоров быть не может. Украину к этому не склонить, кто бы ни предлагал вам идти на перемирие, этого быть не может. Разве что произойдет переломный момент в войне в пользу Украины. Например, поражение российской армии в Херсоне и освобождение города от оккупации или что-то похожее. Но пока продолжаются зверства российской армии, никто в Украине не будет говорить о прекращении огня. Пока Путин убежден, что он выигрывает, не знаю, по каким причинам он так думает. Он живет своими иллюзиями. 158-й день трехдневного захвата Украины продолжается. Он там думает, все идет по плану. Извините, что смеюсь, я просто иронизирую. Все это так нелепо. Том, я вам очень благодарна за интервью, спасибо за детальные ответы и анализ хода войны. Это я вас благодарю за приглашение. Берегите себя и не игнорируйте воздушную тревогу. До свидания.